я маратул шокан это 365 инфо доброе время суток дорогие друзья сегодня мы поговорим о трудовых взаимоотношениях и у нас гостях букетова доля прас евнеевна доктор бизнес администрирования и чар эксперт недавно был принят новый трудовой кодекс вернее внесены существенные поправки трудовой кодекс казахстана который вызвал острую полемику профессиональных кругах вы как и чар эксперт эксперт трудовых в человеческих взаимоотношениях работодателя с работником как можете прокомментировать эти изменения как они повлияют на трудовые отношения ну начнем с главного во первых те поправки которые внесены наш трудовой кодекс они касаются в первую очередь условия изменения условий я бы сказал изменение нюансов в условиях и улучшение условий работодателя то есть они касаются в основном найма приема увольнения и передвижения работников внутри компании на мой взгляд такие поправки нам нужны были наверное даже лет пять десять назад может быть даже три года назад они бы прошли с наименьшими как бы вызвали бы наименьшее сопротивление и более незаметно бы прошли сейчас вот в наше такое вот скажем непростое время конечно они вызывают определенную волну и необходимо какие-то разъяснения давать по этому поводу поскольку поскольку в основном основная львиная часть этих изменений касается улучшение условий работодателя естественно работники в данной ситуации воспринимают данные поправки как так своеобразное такое ухудшение ухудшение их условий но здесь история такая во-первых данные данные поправки облегчают процедуру найма приема и перемещения работников и таким образом дают более широкий коридор работодателю для того чтобы принимать более быстрые глобальные там решения в сфере своего бизнеса более мобильное управление да да абсолютно естественно если мы хотим развития малого среднего бизнеса то такие поправки нам конечно необходимо другой вопрос что мы немножко упустили время и приняли не самый благоприятный момент да если бы эти поправки были бы произведены раньше когда была ситуация более благоприятная как я уже говорил они бы не были так вы не взывали бы такого вот сопротивления у персонала который воспринимает их сейчас настоящий момент достаточно болезненно другой стороны я бы не сказал что эти поправки они какие-то вот глобальные или же они там в корне меняет какую-то ситуацию они улучшают ситуацию улучшают для кого ну для работодателя это мы уже как бы сказали да но как же вот насчет работников ведь еще например разработки этих изменений было названо они названы были антинародными ну сил ухудшения общих условий работы работников условий труда получается они призваны только в первую очередь улучшить работодателя но у вас не совсем так как я сказал что они не 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 меняет историю кардинально да вот они немножечко дают больший коридор для 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 мобильности работодателя в целом они не меняют основные положения до кодекса а как вы думаете зачем это надо было тогда вообще если они облегчают облегчают путь решения работодателя почему это необходимо нам потому что мы в принципе должны выстраивать независимое свободное общество где работодатель и работник должен выступать в одинаковом в одинаковых весовых категориях я бы хочу сказать что в наш трудовой кодекс он наследник социалистической системы советского периода советского периода и очень много из советской эпохи перекочевала в трудовой кодекс поскольку в принципе абсолютно мало было уделено внимание такому понятию как идеология и идеологические моменты в советское время наоборот по моему идеологии было достаточно я имею ввиду в наше время в советское время это абсолютно абсолютно правильно справедливо замечено что идеология была во главу угла и продавалось огромное значение это было очень правильно и очень мудро я могу привести простой пример того как работала идеология в трудовых отношениях сразу же после революции ленин значит и сдал декрет о том чтобы в начальных школах отменили три дисциплины логику риторику и этику поскольку данные дисциплины учили людей значит формировать собственное мнение отстаивать собственное мнение логика логические цепочки риторика умение говорить и защищать свою позицию и этика это естественно наши ценности отменив три дисциплины он формировал новый тип рабочего человека коллективное мышление абсолютно коллективное мышление послушное большинство ему не нужны были ни предпринимательский дух не дивидиальная точка зрения и так далее то есть воспитывалась идеология коллективизма придавалась такое гигантское значение и вот эти вот не все как бы не все можно воспринимать там с минусом или с плюсом оно как бы было достаточно сбалансировано но многие догматы и постулаты значит социалистической идеологии они продолжили жить в нашем трудовом кодексе учитывая что в советском периоде не было частной собственности была только государственная собственность абсолютно еще это тоже наверное атовизм у нас остался да абсолютно это сказывается на нашем сознании поскольку несколько поколений людей и ныне здравствующих и проживающих слава богу они были воспитаны именно в социалистической атмосфере и советской идеологии а идеологию извините так просто отменить нельзя она все равно как бы мы не объявляли поколение поколение с воспитанием она сидит в нас в нас воспитывали неуважение к частной собственности да в школах в детских садов что плохо лежит да я думаю что тот масштаб коррупции который существует в настоящее время в нашей стране который приобретает уже уровень там национального бедствия да это как раз продолжение советской идеологии которая при отсутствии частной собственности из-за неуважения частной собственности наши люди в принципе в советский период несли с работы все что плохо лежало это же ни для кого не секрет и вот это как сказать настрой такой вот отношение такое вот к собственности она и перекочевала по неволе в наше время отсюда может быть и такое у наше несколько инфантильное отношение к очень очень многим вопросам целом поэтому я думаю что в трудовом кодексе отношения трудовых отношений очень многие аспекты они также перекочевали в наше время и мы не не обращая не замечая этого значит используя это в наших трудовых отношениях несколько неправильно выстраивали в целом корпоративные ценности корпоративную культуру и так далее поскольку мы при значит независимом обществе выстраиваются несколько и иные отношения иные отношения между работодателем и работником двумя субъектами которые находятся в равных позициях в то время как в советское время взаимоотношения трудовые отношения выстраивались между государством и работником то есть государство являлось единственным собственником на все средства производства естественно единственным работодателем и все все население страны являлось наемным работником у государства и таким образом отношения складывались между государством и гражданами государства сейчас у нас отношения должны складываться между работодателем и работником которые в равной позиции являются гражданами государства а что плохого чтобы был общий работодатель государство вообще в сравнении с этой... Ну, мы же сейчас... То, что мы ранее говорили. Когда государство является единственным собственником, это и есть социализм, да? Но мы же сейчас строим независимую страну, в которой будет культивироваться институт частной собственности. Ну, смотрите, Даля Прасевнеевна, вот такой вот вопрос, да? Мы все-таки с вами не юристы, так чисто на человеческом бытином уровне, если вот общаться, то вот возникает вопрос. Все-таки там на Западе и капитализм-то не все-то хорошо, как еще писал Маркс, что капиталист за 300% прибыли, и он готов пойти на любое преступление. Поэтому к тому, что некий аспект социальной нагрузки на бизнес он все равно должен быть, все-таки не все старое плохое, может быть, все-таки защиту работников, социально уязвимых слоев, вот там инвалиды, несовершеннолетние дети, беременные женщины, там можно было бы как бы и все-таки сохранить какие-то за ними преимущества. Обязательно. Да. Ну, то есть не все, наверное, здесь нужно осторожнее, да. И раз люди говорят, что антинародные, может быть, и вы, я с вами согласен, вы тоже правы, что советская эпоха, она наложила свой отпечаток на наше мышление, когда мы привыкли, что государственное, там, все, что плохо лежит, там, воровалось поколениями, да, там, десятилетиями, а теперь вот частная собственность, надо развивать уважение, и новый кодекс, он призван, это как бы исправить эти перекосы. Ну, а вы вообще как думаете, вот вы работаете, вы же посередине как раз, ваша работа, вы работаете и с работодателем, и с самими наемными работниками, вот, ваше личное, вот, вы как рассматриваете изменения, вы их принимаете, вы их рассматриваете скорее позитивно, или все-таки вы думаете, что что-то вот, помимо того, что не к месту было принято, не ко времени, что было неправильно еще что-то внутри? Вот когда я говорил о том, что у нас должны быть равные отношения и к работодателю, и к работнику, поскольку они оба являются субъектами трудовых отношений, то это значит, что социальная защита должна быть и у работодателя тоже. Когда я говорил о том, что из социалистического трудового кодекса к нам перекочевали огромное количество положений, которые не присущи нашей идеологии, современной уже ментальности, и мы живем этими направлениями, потому что, в принципе, как я уже говорила, огромное количество поколений выросло в советской идеологии, и отменить это вот так по щелчку просто невозможно. Поэтому будут всякие вот такие волнения, протесты? Я думаю, что, как я уже говорил, что они не настолько явные, существенные, они не настолько глобальные, которые могут привести к каким-то действительно серьезным проблемам или конфликтам в трудовых отношениях. Вообще, но в то же время они дают зеленый коридор нашему малому-среднему бизнесу. Ведь, в принципе, оплот общества, оплот экономики – это малый и средний бизнес. И поддержка его, развитие его – это крайне необходимая вещь для того, чтобы реально создать развитое общество. то, что социальная ответственность и социальная защищенность перекочевала из Трудового кодекса социалистической формации к нам – это один из плюсов. Это здорово, это замечательно. В работе, допустим, в беседах с HR-менеджерами, топ-менеджерами крупных, успешных компаний, международных компаний, с которыми мне приходилось встречаться, такие как Samsung, General Electric, British Telecom, Vodafone, в разговорах, в обсуждении трудовых отношений, трудовых кодексов невольно вызывали уважение положение нашего Трудового кодекса. И всегда подчеркнувшись, отмечалось, что у вас очень высокий уровень социальной защиты. Это тот ребенок, которого не надо выплескивать и стать вместе с водой. Другое дело, что в капиталистической системе, как я уже говорила, там несколько иная идеология. Если мы выстраивали свои ценности на идеологии коллективизма, коллективизма, да, это не так плохо, это нельзя воспринимать как негатив, там очень много положительных моментов, то, допустим, в той же Америке вся загонодательная система выстроена идеологией индивидуального успеха, индивидуального успеха, частной собственности, и плюс обязательно частная неприкосновенность даже, частной собственности. Это во главу угла ставится, это самое главное, это главный догмат, это как бы главный завет, я бы сказала, на уровне религиозного, частной собственности. Там человека могут убить, если он проник в дом, в квартиру, на территорию частной собственности, и суд его оправдывает за это. Настолько серьезное у них к этому отношение, настолько важное значение они продают частной собственности, и, естественно, индивидуальному успеху. Пресловутая американская мечта базируется на этой идеологии. Она растиражирована по всему миру, мы сами проникаемся этой мечтой. Все огромные общественные институты работают на этой идеологии. Такая машина, как Голливуд, штампует крепкие американские истории об индивидуальном успехе. И, то есть, огромное количество институтов и законодательная система, она работает на этой идеологии. Насколько они серьезны, этому придут значение. Билл о правах не меняется, 300 лет не переписывается, почти 300 лет не переписывается. Это говорит о том, насколько она здорово выстроена. 10 постулатов, как 10 заповедей. То есть, какое значение придается этим вещам? Поэтому и трудовой кодекс, поэтому и такие трудовые отношения. Там работодатель может уволить работника по щелчку пальцев. Ты мне сегодня не нравишься, вот ты неправильно поступил, получи расчет бухгалтерии. Так легко взять западный образ мышления «Восток делает тонко», как-никак. Может быть, у нас другая ментальность? Абсолютно. Абсолютно. Нам нельзя перенимать бездумно эти ценности, примерять их на себя. Как я уже говорила, у нас в нашей идеологии коллективизма большая доля патерналистских отношений, которые уходят там и далеко историческими корнями. Это уважение к старшим, уважение к мудрости, к возрасту, к статусу, к власти. В коллективах присутствуют отношения отеческие, такие наставнические. И это опять же тоже нельзя скидывать ни со счета, и опять же не выбрасывать это. Потому что это может быть один из наших плюсов. Искать свою модель, синтезируя различные передовые опыты. Но вот, в общем, если я вас правильно понял, основной ваш тезис, что касается изменений, которые так сейчас, много споров вокруг которых, то есть это то, что система у нас сейчас новая, а мышление и трудовой кодекс остался практически, был во многом... Мало изменён. Старым, да? Под новой идеологией. То есть две разные абсолютно системы, социалистическая система и тут капиталистическая система. Она конфликтует. Да, она стала вступать в конфликт. Поэтому вы как бы приветствуйте эти изменения, и по-вашему, безусловно, это позитивно. То есть призваны менять мышление нашего общества, более как бы бережное отношение к частной собственности, к индивидуальному предпринимателю. Ну вот давайте, чтобы отвечать на насущные вопросы наших зрителей. Первое, вот это вот расширение прав работодателя в плане, как в американских фильмах, там, ты уволен, да, и всё, там, без объяснения обстоятельств, теперь и у нас стало, в принципе, такое возможным. Намного упростилась процедура увольнения. Вы знаете, я буду говорить не как юрист, да, который вот как бы полностью вам разложит все нюансы крючкотворные, да, всей процедуры. Вот. Я, кардинально, вот прямо вот раз, вот так вот, оно не поменялось. Там есть определенные нюансы, да, они тоже вот как бы приносят свою положительную историю. Например, изменилось отношение именно с 2016 года, да, работодатель имеет право принимать решение сам уже по поводу того, продлевать ли ему трудовые отношения с работником, у которого наступил пенсионный возраст. В советском кодексе, да, который перекочевал к нам, этот пункт даже не оговаривался, поскольку государство, являясь единственным работодателем, оно, значит, предоставило нам огромный пакет социальных гарантий, в том числе вот этот пожизненный найм. И пункт о том, что наступает пенсионный возраст в трудовом кодексе никак не оговаривался. И никаких рычагов у работодателя освежить, да, свой там коллектив и привлечь там молодые силы, такой возможности не было. То есть уход на пенсию решался только самим работником. Самим работником, да. Насколько эту ситуацию улучшит? Я прекрасно понимаю напряжение пенсионеров по этому вопросу, да, но с другой стороны работодатель рискует своим собственным капиталом, своими ресурсами. Он, может быть, хочет открыть какие-то новые направления, да, и он не должен, в принципе, опираться только на мнение своего работника. Согласны, да, что в принципе в этой ситуации они должны садиться за стол переговоров и принимать по данному вопросу решение. Наиболее ценные работники, да, они продолжают свои отношения, трудовые отношения. А как вот по поводу того, что сегодня можно уже с 16-го года уволить работника в силу ухудшения экономического состояния предприятия, хотя с одной стороны работник не может никак это проверить, потому что это налоговая тайна, истинное экономическое положение предприятия нельзя проверить, к примеру. Мы опять рассуждаем с позиции советского человека, да, мы опять забываем о том, что имеем дело с частным капиталом и с собственником, да, которые рискуют собственными финансами. Ну, насколько ему выгодно, да, сокращать свой штат, если у него процветает бизнес, да, ну, невыгодно, тем более, если там есть ценные работники. Вот, то есть, естественно, решение должно быть за частным предпринимателем, это он рискует своими ресурсами, то есть, работник рискует максимум своим единомесячным пособием, своей заработной платы, месячной, да, а работодатель, он рискует всеми своими ресурсами, всеми своими вложениями. Это тоже немного спорно, ведь, как бы, у кого суп жидкий, у кого бисер мелкий, для него это тоже зарплата, то, что он содержит там семью, платит коммунальный, там, для него это большая дыра в бюджете? Конечно, нужно быть востребованным, нужно стараться быть максимально полезным своей компанией, проявлять гигантскую лояльность, в этом вот и есть как бы разница в идеологиях, когда мы говорили, что, значит, можно лодорничать раньше, но тебя по-любому, пожизненная работа, тебя там, или пить на работе. Абсолютно, в фильмах Афуня, да, Торжон, это очень яркий пример, когда тунеядец и пьяница никак не, невозможно его уволить с работы, ему только выговор, такой выговор, секретный выговор, и товарищеский суд, то есть, таких ситуаций не должно быть. С другой стороны, я вам хочу сказать, что все равно наши работники зачищены, так сказать, что вот как в американской системе они раз и уволены, да, в профсоюзной организации есть коллективные договора, в которых есть договоры. В Трудовом кодексе четко не прописана там роль и механизм защиты в профсоюзных организациях и механизм работы. Огромное количество белых пятен и слабых мест в нашем Трудовом кодексе, над ним еще очень много надо работать. Как я уже сказала, что очень много идеологических аспектов перекочевали в Трудовой кодекс, они вызывают, спорят и конфликтуют с новым строящимся мышлением, да, и, к сожалению, мы, проявляя вот выходцы из советского строя, да, мы, естественно, мы принимаем, понимаем очень многие позиции, но на подсознательном уровне мы все равно придерживаемся той модели поведения, которая нам была как бы, да, внедрена в наше сознание. Очень мало продвинутых людей, которые полностью раз и вот так вот изменили свою позицию, да, а в общем народ, конечно, мыслит теми категориями, вы даже можете посмотреть, какие фильмы сейчас любим и обожаем смотреть. Это в основном фильмы советского периода, они вызывают у нас не только ностальгию, да, потому что они были сняты там гениями, но еще и потому, что те ценности и те взаимоотношения, которые они показывают, находят подвиг в наших душах, абсолютно нам адекватные. Понимаете? А какие фильмы мы сейчас любим из современного времени, да, там, «Бригада», «Рэкетир», да, и так далее. Есть ли хотя бы какие-то позитивные примеры вот индивидуального успеха предпринимательства, растиражированные, уже в новых реалиях, да? Абсолютно в новых реалиях, которые можно уважать и которым можно следовать, и которые являются примером и авторитетом, как, допустим, в американской идеологии, да, мальчик, чернокожий мальчик очень изгарлемо танцует, прекрасно, и вдруг он, значит, достигает невероятных высот на Олимп общества, да, он здоровается с президентом страны, вот, и таких примеров-то у них гораздо больше, чем у нас. Поэтому мы, в принципе, имеем этот конфликт в трудовых отношениях, такой вот, он неявный, невыраженный, поскольку мы себя не позиционируем собственниками, не позиционируем работодателями, в ситуации, когда нас увольняют, мы... Иждивенческое мировоззрение, вы как бы, да? Я бы сказала, несколько инфантильное отношение к... Собственной жизни, да. ...к... И к государственному устройству тоже, потому что вместе с... с тем набором огромной зоны ответственности за свою жизнь, за свою карьеру, за свое здоровье, да, мы, тем не менее, продолжаем уповать на то, что государство нам предоставит все те же самые льготы развитого социализма. А этого не может быть, потому что, увы, господа, это капитализм, здесь достаточно жесткие условия, здесь рыночная экономика, здесь надо себя презентовать уметь, и надо доказывать, что ты нужен, что ты необходим этой компании. То есть, в ходе беседы нашей устойчиво формируется понимание, что это изменения необходимы, и в первую очередь они нацелены на как поддержку лидеров, бизнесменов, кто вокруг себя собирает коллектив и сам руководится при принятии экономических решений на свое усмотрение, так и самим работникам, которых будет стимулировать на личностный рост, на развитие профессиональных качеств, на поиск каких-то дополнительных сфер своего применения. А вот с точки зрения государства, раньше, допустим, с помощью таких многих неопределенностей в трудном кодексе можно было бы сохранять высокий уровень занятости, а теперь, может быть, это будет сложнее поддерживать, или это не... По статистике. Да, у нас высокий уровень занятости, конечно, сравнивать с тем, что мы имели до этого, но здесь идет речь, опять же, о малом-среднем бизнесе. Мы должны развивать вот этот огромный средний класс, который является столпом вообще любого общества и любой экономики. Вся проблема в этом. И, понимаете, внося изменения в трудовые кодексы, которые касаются трудовых взаимоотношений, а трудовые отношения это основа основ любого общества, любой экономики, да, нам нужно понимать, что мы все-таки начинаем менять идеологию. Меняя идеологию, это надо менять настроение общества, это надо всегда работать с людьми. А где эта работа, она ее же не проводится? Очень хороший вопрос, да? То есть, чтобы собака, хвост не вилял собакой, ну, надо как-то, чтобы все вместе шло, наверное. Понимаете, вот когда я говорила о том, что этому вопросу надо уделять огромное количество времени, да? И системно подходить. И системно подходить. Иначе, если вы не будете уделять идеологии, корпоративным ценностям, корпоративной культуре, значит, время управлять этими процессами, то наступит период, когда эти процессы будут управлять вами. Сказать, что, как бы, не придавать значение этому вопросу, это очень-очень большая ошибка. Я вот очень часто слышу от топ-менеджментов, о топ-менеджерах наших крупных компаний, наших руководителей, когда они говорят, что нашей компании идеологии нет и не будет. То есть, они воспринимают это слово ругательно, да? А ведь вопрос даже не в том, что она там есть. Она всегда есть и была, и будет. Это все равно, как сравнить с расхожей шуткой в советского периода, когда говорили, что в Советском Союзе секса нет. Идеология, она всегда есть. Другой вопрос, насколько вы ей управляете, насколько вы ее формируете, участвуете, осознаете, да. Если вы не придаете значения и опускаете все на самотек, то в конце концов этот джинн выскочит из бутылки. Потому что ценности, морально-нравственные ценности, идеология, морально-нравственные ценности, общество, они в конце концов сформируются не под вашим управлением. И они, пуская этот вопрос на самотек, в конце концов могут получить проблему. Я сейчас морально-нравственные ценности общего Запада ставлю под определенные сомнения. Допустим, я не совсем тоже удовлетворен их взглядами на жизнь. Я хожу тоже в кино, смотрю фильмы, как бы это рупор их идеологии, масс-медиа, масс-культура, музыка и кино. Поэтому даже, судя так, косвенно можно уже много найти своего. Многие вопросы, конечно, мы не можем ответить, но тем не менее, с человеческих позиций я понимаю, что это действительно позитивные, эти изменения. Я с вами, скорее всего, соглашусь, что это так. Хотя в начале интервью у меня было свое мнение. Скажите, пожалуйста, как HR-специалист, как специалист по работе именно с человеческими ресурсами, как вы находите вообще человеческий капитал, как это сказать, именно казахстанский, наших работников, наших людей, на каком уровне? И второй вопрос, что вы посоветуете, соискателям, что им нужно делать или как, чтобы успешно реализоваться в профессиональной сфере, найти себе работу, быть успешным на работе? Я не слишком вам сложный вопрос задал. Конечно, лет 10 назад наш кадровый потенциал был немножечко лучше. У нас была лучшая подготовка, лучшая система образования. я в принципе ориентируюсь на свой опыт работы в компании Казахстелеком, где очень высокий уровень технической подготовки. В настоящее время специалисты, которые к нам приходят, они, конечно, мало отвечают уже тем требованиям, которые бы выставлялись в компании лет 10-15 назад. Сейчас уровень подготовки он сильно пострадал, скажем так. Но я по жизни оптимист, я не вижу, я думаю, что это есть как бы какая-то какая-то платформа, какой-то степ-бай-степ для того, чтобы ситуация изменилась, потому что, в принципе, нам нужно менять также и подход к системе обучения, к системе подготовки специалистов. Я думаю, что национальные компании и крупные компании должны какую-то часть брать на себя, потому что работников нужно готовить под большие отрасли, исходя из практического опыта. Вот этот разрыв в советском периоде между высшим учебным заведением и теми реалиями, которые наши специалисты, молодые специалисты приходили и видели на работе, он был одним из минусов, и достаточно глобальным. То есть фундаментальное образование и практика. Ну, плюс наука, она у нас тоже сильно пострадала. Да, это да. Мы сейчас не будем об этом говорить, это тема отдельного разговора, да, абсолютно. Вот, говоря о трудовых отношениях, что бы я посоветовала молодым людям, которые, значит, сейчас выходят на трудовой рынок и начинают уже поискивать для себя какие-то места. Во-первых, вот, исходя из того уже разговора, который сейчас у нас международный произошел, я бы хотела бы, чтобы наши молодые люди все-таки проявляли большую активность, большую позицию в отношении собственных решений, собственной жизни и позиционировали себя по жизни все-таки больше как собственники, как работодатели, а не как наемные работники. Вот, то есть искали ходы и выходы, да, в этой жизни, больше. ни в коем случае не, как сказать, не вдавали, не впадали в депрессию, не отчаивались, потому что это жизнь, которая нас учит и все наши уроки, они нам только на пользу. Второй момент, значит, вот эта вот активная позиция по отношению к собственной жизни, она также требует активной позиции по отношению к государству. То есть должна быть определенная гражданская сознательность, она подтягивает под себя эти вещи, то есть общественная какая-то жизнь должна быть. Потому что малый и средний бизнес, да, они же себя позиционируют, как мы главные налогоплательщики, да, столбы общества, поэтому для них активная позиция это само собой разумеется, если ты имеешь собственный бизнес, защищаешь этот бизнес, да, поэтому ты даже можешь участвовать в системе управления государством, ты опосредованно влияешь на принятие тех или иных законов через систему выборов, через ответственные институты. И автоматически становишься заинтересованным. Абсолютно. Ты проявляешь очень серьезный интерес ко всей законодательной системе. Нашим молодым людям я бы хотела посоветовать знать очень хорошо свои права, все правила нашей жизни, все нюансы. И в зависимости от того, насколько они будут эти вопросы хорошо вникать и изучать, у нас, может быть, будет как раз меньше нарушений и меньше той неразберихи, которая сейчас творится в трудовых отношениях. Ведь те нарушения в трудовых отношениях, которые последние 15-20 лет я наблюдаю в компании, они были связаны в основном с тем, что, во-первых, работники не всегда знали свои собственные права и возможности. И я даже больше скажу, люди, которые очень хорошо знали трудового кодекса, их невозможно было уволить. У меня на личном опыте есть прецеденты, когда компания не могла распрощаться с конфликтными работниками в течение нескольких лет. Потому что работник великолепно, досконально знал свои права и его невозможно было ни за что зацепить. Надо было его перевести в ИЧА радио, где бы он мог больше пользу. Более того, я скажу, что наши работники в противовес, допустим, тем же западным компаниям, они, если их неправильно увольняют, они могут восстановиться. У меня были такие истории, восстанавливались и получали даже компенсацию за моральный ущерб. В то время как, я говорю, в западной системе это практически невозможно. Но вот, хорошо, знают, они права. А вот лет 10 назад мы шутили с друзьями, что у нас есть только две профессии, это экономисты и юристы. 10 лет прошло, но я особых изменений не вижу. Как вы можете охарактеризовать тенденции нынешнего времени, какие сотрудники нам нужны, кто пользуется большим спросом на рынке труда, какого профиля специалисты. Потому что многих сейчас волнует вопрос родителей, куда отправлять своих детей. Пусть мне кажется, что у нас полный идет переизбыток экономистов и юристов. давайте куда-нибудь им поможем направиться, сделать правильный выбор, где они могли бы достойно зарабатывать себе на жизнь, сделать карьеру. Умение продавать. Умение продать. Специалисты по продажам, я думаю, что это будет всегда актуально. Это настоящая профессия. Она связана и с набором определенных личностных качеств, и с позицией по жизни. И методики это однозначно. Есть очень хорошие сейчас обучающие курсы по этому направлению. Такой специалист, он будет востребован везде, в каждой компании. А IT-специалисты? Естественно. IT-специалисты, нынешнее состояние, реалии нашего общества таковы, что без связи, без IT сейчас уже не существует никакой экономики. Это область, которая будет всегда востребована. Я думаю, что не только IT, но и связисты. И здесь, мне кажется, тоже очень большое поле деятельности. К сожалению, опять же, отношение к человеческим активам, некоторая непридача значения человеческому фактору, она срабатывает. На мой взгляд, как HR-специалисты, людей можно обучить всему. Главное, чтобы был настоящий набор хороших личностных качеств. это активная позиция по жизни, это очень высокая энергетика, это лояльность, это правильное мышление и так далее. Вот эти вещи, которые нужно воспитывать, это, опять же, идеология. Да, как бы мы ни разговаривали, все равно все крутится вокруг самых столпов человеческого бытия. Это вот морально-нравственный устой, идеология, вокруг чего уже вторичная остальная экономика, социальные какие-то отношения. В принципе, я вас абсолютно в этой идее поддерживаю. И большое вам спасибо за столь интересную содержательную беседу. Мы здесь больше разобрали, наверное, такие не юридические, а внутренние личностные аспекты этого вопроса. Человеческие отношения, между личностными трудовых отношениями. да. Ну, надеюсь, мы смогли дать какое-то новое понимание нашим телезрителям. И эта беседа вдохновила меня новым зарядом оптимизма. То, что происходит, это, безусловно, положительно. И всего лишь один из важных этапов на пути развития нашего общества, нашей страны. Я верю в ее светлое будущее. Вам большое спасибо, Даля Просевнеевна. Я желаю вам успеха в вашей работе. И чтобы у вас все было, Алдавай! Спасибо большое!